Инвестиционные возможности городов региона представлены объединенной экспозицией Краснодара, Новороссийска и Сочи. Стенд Краснодарского края традиционно самый масштабный в этом году занимает полторы тысячи квадратных метров. Здесь сегодня побывал губернатор Вениамин Кондратьев. Именно он ранее озвучил идею перейти от погони за количеством инвест-предложений к их качеству. Все они разбиты по семи экономическим зонам, в которые сгруппированы районы и города Кубани. Главы муниципалитетов рассказали о самых приоритетных проектах. Они адаптированы к реальным экономическим условиям и учитывают стратегию развития региона до 2030 года. Центральным же событием российского инвест-форума станет пленарное заседание, которое пройдет 14 февраля. Ожидается, что в нем примет участие председатель правительства Дмитрий Медведев. Также состоятся круглые столы, дискуссии, встречи с потенциальными инвесторами и разработчиками технологий. Никого не интересует, насколько мы старались, сколько часов в сутки мы работали, насколько мы активны. Населению нужны результаты, я это не раз говорил. Результаты. В детстве, наверное, у всех была такая игра, как мы делали, не скажем, а что сделали, покажем. Вот, наверное, самый главный должен быть принцип в нашей работе. Надо в целом нам всем понимать, что мы хотим получить на выходе. Каждый видит по-разному, наверное, принцип достижения экономических результатов в той или иной экономической зоне. Коллеги, это не значит, если мы в рамках стратегии расставили приоритеты развития экономических зон, то эти приоритеты не зыблемы. Ни в коем случае. В народе говорится, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Поэтому, если в той или иной экономической зоне в ходе реализации возникнут новые приоритеты экономического роста, те стартапы, конечно, к ним нужно прибегать. Экономические зоны, как и стратегия, могут трансформироваться, исходя из экономических реалий сегодняшнего и завтрашнего дня.